Следующий наш сюжет посвящается всем, кто шел сегодня на работу, умываясь февральской метелью, кто всюду опоздал, освобождая свой автомобиль из снежного плена, кто замерз, дожидаясь общественного транспорта и промок, прячась от непогоды в странных конструкциях, гордо именуемых остановочными комплексами. Снегопад, который начался еще поздней ночью и не прекращался до вечера, принес горожанам немало хлопот и потребовало от дорожных служб города полной мобилизации сил. Подробнее обо всем далее. Сугробы по колено, ветер изо всех сил дует в лицо, смывая метелью и утреннюю негу. День 26 февраля встретил магнитогорцев неуютной прохладой и снежными заносами. Сегодня только за ночь в городе выпало почти 2 миллиметра осадков. Дальше больше. Как вам сегодняшняя погода? Ну, не очень. На дорогах, конечно, ужасно. Да ужас. Ждали весну, пришла зима. Машину не вожу, поэтому проблем с автомобилем. Ну, такси пришлось ждать. И такси сегодня. Обычно я вот до аквапарка езжу в Советской армии. Ну, 70 рублей 65, сегодня 130. У них сразу как бы взлетел почти в два раза. Горожане, уже привыкшие к мягким условиям нынешней зимы, оказались немного обескуражены. Говорят, февральский снегопад буквально свалился на голову. А вот дорожные службы города к погодному коллапсу оказались готовы на 100%. На борьбу с последствиями снегопада выдвинулась вся снегоуборочная армада Магнитогорска. Это 135 единиц техники. Это и КДМки, это и МТЗушки, это и погрузчики, это и самосвалы. То есть, вся техника вся на выезде. И также тяжелая техника выезжала, это грейдера. Естественно, чтобы коллапсов в городе не было, уличнодорожная сеть проходится в общем тротуары, пешеходные переходы, ну и потом уже проезды, межквартальные проезды. Мы пока город не очистим, мы не успокоимся, технику не поставим. То есть, в таком авральном режиме будем работать. Дорожные службы по традиции основные силы направили на расчистку крупных улиц и проспектов, а также подъездов к школам и детским садам. Периферийные улочки остались без особого внимания. Люди сетуют невооруженным взглядом, видно, во многие дворы нога дворника давно не ступала. Многие, правда, тут же добавляют, может, это и к лучшему, ведь если почистят снег, тут же обнажат ледяные тротуары, ходить по которым не менее сложно, но однозначно более опасно. В любом случае, специалисты дорожных служб города обещают отреагировать на каждую заявку горожан.